всем привет у нас 20 апреля открывается охота подсадной уткой водоплавающей дичи сезон будет длиться в этом году 30 дней начинаю подготовку сегодня у нас 5 апреля две недели до открытия охоты снегу еще чуть не по пояс но погода теплая снег потихоньку тает уже скапливаются попадем наверно в самый перелет северной утки на север сегодня подготовлю свои две уточки подсадных надену нагавки окольцую их чтобы не перепутать их потом и попутно расскажу и отвечу на те вопросы которые мне задают в этом году охота с подсадной стала несказанно популярна все мечутся ищут покупают уток цены на уток тоже возросли но несмотря ни на что люди бегают берут подсадных мне звонков со всей страны в этом году от нижнего новгорода до хабаровска все звонят все регионы со всеми общаюсь объясняю что я нахожусь посередине в томской области в сибири многие конечно посмеются потом желают удачных охот и отказываются многие едут забирают уток вообще ажиотаж следующем году мое мнение такое что подсадные утки будут стоить сущие копейки потому что скупает все звонят не только охотники которые хотят поохотиться но и звонят заводчики скупают массово поголовье для увеличения у себя также звонят фермеры очень много причем и объемы просят большие кто по 50 голов кто по 20 голов кто по 10 ищет подсадных в охоте не в зуб ногой эти люди пообщавшись по телефону понимаешь что они абсолютно не имеют никакого понятия о том что это за птицы для чего она нужна и как она применяется охотниками но несмотря на это готова вкладывать деньги увеличивать поголовье целью дальнейшей перепродажи на следующий год поэтому я думаю в следующем году по 100 рублей пацану можно будет покупать на мой взгляд это конечно же повредит нашему делу потому что селекции никакой не будет о рабочих качествах даже речи быть не может там будет разговор размножаться просто по два выводка за год и содержание продаж чего купил кого купил будет вообще непонятно но мы свое дело не бросаем будем заниматься этой работой будем испытывать уток будем брать потомство от тех уток которые на воде себя показывают с очень хорошей стороны поэтому будем двигаться в направлении правильном популяризации данной охоты и выведение рабочих подсадных с рабочими качествами начну подготовку свою рассказ сегодняшний с нога вот нагавки я прошлом году уже делал из вот такого хомута по сути это обычная стяжка для проводов которые имеют вот такое вот ухо для дюбеля провода крепить куда-то в том году я их просто поставил видео снимал но практика показала что этот хомут натирает лапу утки то есть у меня одна утка захромала увидели сразу же эту проблему ликвидировали с этими хомутами ликвидировали следующим способом товарищ меня приволок вот такой вот кусок кожи кто помнит из 90-х у всех дам практически были такие кожаные плащи мягкая телячья кожа вот я вырезаю такие ленточки делают ряд прорези с каждого стороны и вот таким образом это у меня получается из внутренней части вставляю в прорезь вот получается вот так по сути вот такая накладка на лапу утки когда хомут затянется тут будет кожаночка к лапе утки будет прилегать только кожи хомут задевать ее не будет и вот с такими накладочками они себя прекрасно показали в прошлом году все у меня работала хомутик одевается на лапу утки и затягивается сейчас продемонстрирую вот моя чубарая уточка зовут ее коллекса старое колечко чтобы не перепутать вот их кольцо их разным цветом клякса потому что у нее лапы черные перепонки нос зеленцой черный такого оригинального окраса редко такую утку встретишь у кого и вот и на галочку совершенно спокойно затягиваем на лапе сильно не перетягиваю ну и так чтобы чтобы она слегка проворачивалась если нужно но особо не болталась специально оставляю хвостик подлиннее сейчас продемонстрирую вот на галочка и хвостик длинный оставляю тихо клякса тихо делаю это целенаправленно вот для чего чтобы утка но если хомут что-то там повредится не слетел с ноги у ней я его поджигаю такую лепешечку делаю твердку должен немножечко вот получается как бы заплавляю лепешки такой все она потом застынет тихо клякса тихо 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 стыдай застыть лепешечки нашей лепешечка застыла и мечу их колечком на второй лапе на поголовье большое многие мужики в аренду берут уток чтобы не перепутать учу барах у меня и так не перепутая их никому не даю пока у меня маленькой поголовье но все равно чтобы не дай боже чего отмечу чтобы самому не попутать бывают молодые утки за зиму меняются так что их от родителей не отличить я был так взял потом своих рабочих утоках за копейки продал по 8 оказалось это мои были племенной материал ну-ка тихо говорю что вот на левой лапе колечко чтобы я видел что это мои рабочие охотничьи и нагавка за нее будет цепляться поводок вот моя вторая утка и на галочку и отдел осталось только обжечь зовут ее мать и с ними буду охотиться этом сезоне если бог даст все нормально мать а зовут потому что она такая мать и по жизни немногословная с короткой осадкой как говорится работает по факту осадка длинная такая я имею ввиду сам кряк длинный но их мало 35 лет мать очка моя в этой коричневый клюв с черным пятном лапа чуть посветлее но и сама на чуть-чуть посветлее такая клякса она правда что клякс прям тоже кольцо и тихо с ранка ну-ка ну вот чубары даже молодые утки видно они более ручные такие прям руках нормально сидят обычного окраса у меня прям блины езди кошары конкретно хоть и примесей диких кровей не делал мать-ка твои налево мать-то тоже колечко он две мои будут работяги я надеюсь молодые в охоте не были расскажем крякают хорошо по поводу подрезки крыла сразу такой вот способ подрезки у меня стал раньше подрезал только внутреннюю часть пера махалу улетела нафиг одна утка у меня через чулым пришлось строить загон из сетки остальных уток тащить садить в загон она обратно прилетел зашла к ним поймали с соседом стал подрезать так одно махалу изнутри второе целиком двух сторон потом опять одно махалу из внутри второе с двух сторон перестали теперь стали заваливаться летает но на короткие расстояния все мать от тихо все а 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 в этом году изобретательская мысль пошла у меня далеко посмотрел я на канале фанат гусятник у юрия ивановича как он подсадных своих высаживает на воду в корзинках у меня корзинах тут поблизости нет есть вот такие ящики пластиковые вполне для двух уток достаточно этого дно закрытое дышится им хорошо пластик такой более менее нормальный сделал вот такого плана крышку на ней можно сидеть без проблем мой вес выдерживает вот так вот открывается сделал ее съемную вот таким образом убрал внутрь сделал пеноплекс прикрутил посередине петельку конструкция следующее это у меня от супер плотика кто мои видео смотрел на ссылочку я оставлю посмотрите шикарные плоты для работы утки на любой глубине целый день можно поставил ее на плоту и она там будет жить как приучить уток плотику тоже видео оставлю смысл заключается в следующем груз сколько веревки намотаешь на такую глубину можно ставить абсолютно не ограничен здесь сделана вот такая система от этой веревки идет вертлюг здесь еще один вертлюг примерно через полметра и карабин с поводком здесь посередине этого короткого куска два узла восьмерки две бусины вертлюг и поводок двухметровый для того чтобы цеплять утку вот этот короткий карабин цепляется за ящик вот ящик бросаем воду утка на этой системе плавает вокруг ящика во первых он сам крутится на то что иной здесь вертлюг ниже здесь вся система крутится и здесь вертлюг и на утки на лапе вертлюг запутываться практически нечему здесь вот сделал резинки подсовывать траву траву подсунул получается как кочка замаскированные утки все природно вылазить легко и просто в этом году эту систему буду обкатывать но мой предыдущий опыт подсказывает что работать она будет шикарно пришел на охоту с двумя утками одну утку на колышек посадил где-то возле берега или на мелике вторую утку либо за на лодке завез либо зашел там в сапогах в костюме бросил ящик все прекрасно будет плавать там хоть целый день как вот эту систему сплести чё к чему и почему видеоролик тоже снимал смотрите в описании в подсказках система шикарная рабочая вопросов куча чё за шнур откуда шнур шнур петроканат двухмиллиметровый плавающий плетеный есть шнуры крученый как капроновая нитка и утка будет заматываться плетеные шнуры не крутится за счет того что шнур не тонет в воде а плавает поверху то есть он не путается никуда плавает плавает утка там куда-то намотала что-то там потянула поплыла все размотала вообще проблем нет шикарно все работает шнур петроканат я покупал на сайте петроканат продается в бобинах по 500 метров из них же делали переметы на налива вот он же сюда пошел здесь конечно додумаю я с веревками еще чтобы максимально облегчить снятие крышки систему какой изобрету пока так его обкатать нужно попробовать как он будет работать толщину пеноплекса нужно еще понять но это уже потом позже расскажу вот такие вещи подготовка идет полным ходом надеюсь сезон будет у нас успешный много вопросов по содержанию по разведению по отсаживанию селезней по яйценоскости уток отдельное видео запилю чтобы все в кучу не мешать в следующем видеоролике расскажу о всех этих нюансах мелочах разведения подсадных уток до новых встреч подписывайтесь на наш канал и удачно всем охот по подсадных уток до новых встреч подсадных уток до новых встреч